Вы не поверите, вы никогда не поверите, вы вообще в это не поверите, но Rockstar признал свои ошибки. В этом видео мы с вами поговорим о новостях недели у микрофона Готика, Готика и Сократ. Погнали! На этой неделе Rockstar признал сразу две ошибки в Red Dead Online. Первое это с выдачей лицензии на Охотника. В прошлом видео, на прошлой неделе я говорил, что можно получить лицензию Охотника абсолютно бесплатно, подойдя к доске, но у Rockstar счета не получилось и люди вместо того, чтобы получить ее бесплатно, тратили на это голду. Таким образом они признали эту ошибку и сказали, что в течение 72 часов вы получите эту возможность, эту роль, так сказать. После долгих-долгих-долгих месяцев борьбы с Rockstar, начиная с консоли по поводу исчезновения животных в сессиях, эта проблема добралась и до ПК в начале января. И 4 февраля 2020 года Rockstar наконец-то признал эту проблему в своем твиттере и написал следующее. Мы в курсе проблемы с малым количеством животных в некоторых сессиях, в некоторых, в некоторых. В настоящее время мы работаем над решением этой неполадки и выпустим обновления, как только у нас появится больше информации. Просто без комментариев, больше информации им не хватает. Вот просто овер 100-500 тысяч человек уже мемы клепают о том, что, извините, а где животные? И вот тут они все-таки признали над тем, что их нету. Ждем в ближайших обновлениях, возможно, нам вернут снова животных и мы сможем полноценно охотиться и, так сказать, забивать телеги Крипса шкурами. То, что вы сейчас видели, это волк воет над убитым собратом, не знаю кем. И вот насколько удивительный симулятор животного мира. Вот не хватает только совокупления и добычи, как волк гонится за какой-то жертвой, за кроликом, допустим. Но вот этих моментов немножко не хватает. Ну, а в целом, животный мир реализован в Red Dead Online вообще просто шикарно. Ставь лайк, если согласен с этим утверждением. Ну и значит, переходим к проблемам серверов. На прошлой неделе мы говорили про онлайн и на позапрошлой. И на этой неделе я скажу, что онлайн в GTA Online составил в пиковый момент на выходных с субботы на воскресенье 280 тысяч человек. А в Red Dead Online это было около 60, судя по стиму, соответственно, да, кинуть сюда по лаунчеру еще 1040. Итого, мне кажется, что цифры приближаются к полумиллиону онлайна на всех платформах, на всех площадках. И это был один из самых больших пиков онлайна с момента выхода RDR в лаунчере. И, соответственно, отсюда непонятно, как рассчитывали разработчики сервера. Потому что вторую неделю подряд сервера просто кладутся, выкидывают какие-то ошибки, в игру просто не пускают. Проблема была очевидна, и, мне кажется, она будет и на этой неделе. Как с этим бороться? Нет ни у кого никаких вариантов. Это вот просто на совести разработчиков улучшите нам сервера. Ваши сервера уже не выдерживают такой онлайн. Можно хвалиться в отчетах о классной прибыли, как они это сделали перед инвесторами. О том, что Red Dead Online продался с 29 миллионными копиями. Про GTA я уж молчу, они в чатах занимают первые места по продажам. И тем самым мы приходим к выводу о том, что сервера просто не выдерживают этот онлайн. 5 февраля редакция Polygon опубликовала на своем сайте интервью с Rockstar Games. Значит, разработчики дали свое видение будущего Red Dead Online. И разговор шел именно про это. Мы знали, что сообщество не терпелось завладеть частной собственностью. И мы исполнили их желания, сказала Кэти Пика, ведущий помощник онлайн-производства Rockstar. Бар оказался на местом, с которым мы могли бы сделать много чего интересного. И которое идеально вписывалось в атмосферу самогонного бизнеса. Мы хотели перевести в Red Dead Online геймплейные аспекты салуна из сюжетного режима. Добавляя при этом новые интерактивные механики, созданные специально под мультиплеер. Мы хотим добавить много дополнительных ролей геймплейных механик, которые нам еще не удавалось исследовать в Red Dead Online. И вот тут, к сожалению, есть следующая информация, что на данный момент создание новых ролей с новыми геймплейными механиками находится на ранних этапах. Это означает, что новая роль какая-то, которая не привязывалась бы к действующим нынешним ролям, на данный момент в ближайшем обновлении нас не ждет. Однако нас ждет с вами обновление ролей, которые существуют на данный момент. Как сказали Rockstar, нам бы очень хотелось продолжать добавлять новые коллекции и геймплейные элементы для коллекционера, а затем перейти на следующий этап, что произошло с ролью самогонщика, которая по сути является эволюцией роли торговца. Еще нам очень хотелось бы добавить в игру механику, где каждый член группы собирал бы уникальную часть одного предмета, а затем эти части собирались бы в единый коллекционный предмет, который бы впоследствии можно было бы занести в свою коллекцию. Владельцы частной собственности также могут в будущем рассчитывать на нововведение. Некоторые роли позволят добавить нам в игру бизнесы со множеством механик и даже хабы, в которых могли бы собираться игроки. Возможно, мы даже позволим каждому игроку стать владельцем участка в таком хабе. В общем, все очень-очень сложно, но в ближайшем обновлении нас это явно не ждет, потому что все эти механики находятся на раннем этапе. И если вспомнить обновление GTA Online, в первые два года вообще ничего интересного не было, а потом GTA уже расцвел, и каждые полгода добавляли какую-то интересную механику, будь то мотоклуб, или там организованная преступность, или бункер, ну и так далее, так далее. Здесь впоследствии будут то же самое, как только на этом движке они смогут непосредственно полноценно раскрыть те механики взаимодействия с миром, которые, по сути, добавят нам новые роли. На данный момент, мне кажется, что до конца марта не будет никакого обновления, потому что действующий абонемент работает до 6, а призы с него вы можете получить до 30 марта. И мне кажется, что до конца марта, соответственно, не будет никакого обновления. Что касается вообще ближайших обновлений, то это будет улучшение действующих ролей. То есть, как говорили, это роль коллекционера, группового какого-нибудь коллекционера, там, у Охотника за головами, может быть, может быть, все-таки надежда есть, что добавят некую механику шерифа с какими-то квестами, да, цикличными, так сказать, ежедневными. Но добавление конкретно отдельных ролей, там, какого-нибудь Охотника-Зверолова с ловушками, там, и так далее, так далее, ожидать не стоит в ближайшее время, по крайней мере. Ну, а теперь то, что касается этой недели. На этой неделе скидки, бонусы, акции, и Rockstar подвез нам, ну, точнее, подвез новичкам. Для профессионалов это, скорее всего, так себе перспектива. В общем, скидка на все профессии, то есть, коллекционер, охотник и торговец в 5 золотов, то есть, роли теперь стоят по 10 голды. Также добавили 40% буст опыта ко всем ролям, ко всем, то есть, опыта как самой роли, так и опыта, в принципе, в игре, получаемого на 40%, добавили 30% скидку на котел и ящик с оружием. У роли торговца за Twitch Prime и Sony Plus подписку добавили несколько приятных бустов. И самое важное, самое важное, добавили 3 последних предмета. Насколько вы помните из предыдущих моих роликов, я говорил о том, что все предметы с обновления самогонщика уже известны, и вот это были последние 3 предмета. А это означает, что добавлять новых предметов нечего, то есть, все, весь контент в игре, который датамайнерам удалось узнать, его больше нет. Поэтому мы будем с ожиданием, просто с огромными глазами зыркать на сайт, каждый раз его обновлять, в надежде, что нам добавят что-нибудь интересненькое, и наконец-то появятся новости о каких-то добавлении новых оружий, может быть, нового снаряжения, шапочки, кепочки и так далее. Собственно, на этой неделе, как и на прошлой, как и на позапрошлой, опыт идет для новичков, и в принципе, все эти обновления рассчитаны на новичков, для того, чтобы они быстрее прокачались. Как я уже и говорил, животных нам не завезли, нам не завезли оптимизацию, и сервера также тупо лагают и выкидываются постоянно абсолютно разными ошибками. Группа поддержки, точнее, техническая поддержка Rockstar отвечает, мы следим за новостями, готовьтесь, скоро все будет, и завтра, то бишь уже 12-го числа, будет обновление с 9 утра по Москве. Надеюсь, что нам что-то подвезут, и если что-то интересненькое будет, обязательно сразу же выложу ролик на эту тему. Ну, а пока на этом все, врывайтесь в наш Дискорд, помощь новичкам, куча занятий для ветеранов, такие как дуэли, турниры, грабеж чужих повозок и так далее, события в свободном режиме. В общем, целая куча народу, целая куча всякого интересного, свои роли в Дискорде обязательно, все ссылки в описании. Ну, а с вами была Готика и Сократ. Всем пока, до следующей недели на еженедельных новостях по Red Dead Online. Субтитры создавал DimaTorzok